Здравствуйте, уважаемые академики! И опять интересная история мальчика Жалейкина, которую написал Николай Сладков в книжке «Недолго думая». Жалейкин и муравьи Увидел Жалейкин плакат «Муравьи, друзья леса». Прочитал и ахнул. Как же он этого раньше не знал? По незнанию собственными руками не раз муравейники разорял, по доброте муравьиными яйцами рыб прикармливал. А сколько раз видел, как раскапывали муравейники зеленые дятлы. Видел и не вмешивался. Дятлов жалел. Раз застал на муравейнике большой тетеревиный выводок. Тетеревята принимали в муравейники солнечные ванны, склевывали муравьев, и он их даже не прогнал. А уж как, наверное, вредят открытым муравейникам ветры, проливные дожди. Но теперь больше этому не бывать. Я защищу полезных муравьев за дело. Все муравейники на опушке Жалейкин завалил зеленой травой. Стали они похожи на стажки сена. Муравейники в лесу Жалейкин надежно укрывал еловым лапникам. Как шалашики стали. Дятлы и тетерева теперь до них не доберутся. Рыболовы их не найдут, а ветра и ливни не повредят. Радуйтесь, муравьи! Но муравьи чего-то не радуются. Под лапником и травой завелись на муравейниках сырость, плесень и гниль. Муравьи стали болеть. Куколки их не прогревались на солнце. Что же ты, Жалейкин, наделал? Поймал его за ухо лесник. Ты что, плакаты мои не читал? Дожди и ветры муравьям не помеха. Купол муравейника — надежная крыша. Птицы и звери для них — полбеды. А вот твои стажки и шалашики — беда непоправимая. И если ты им добра хочешь, не мешай им по-своему жить. Они ведь друзья леса. Продолжение следует.